Шоу-бизнес по-российски, шоу-бизнес по-укрански. Маленький исторический экскурс в прошлом тысячелетии в легендарном союзе советских социалистических республик понятия шоу-бизнес и индустрия развлечений вызывали определенную настороженность и даже раздражение у власть придержащих партийных функционеров. Существовавшее тогда Министерство культуры СССР несло ответственность перед ЦК КПСС, Центральным комитетом коммунистической партии и обществом в целом до чистоту информации, высочайший уровень культуры внедряемой суммы будущих строителей коммунистического общества. В городах и районах были созданы отделы культуры, которые были непосредственными проводниками этой идеологии. Министерство культуры обязывало свои отделы заниматься культурно-просветительской работой на местах и заниматься развитием художественной самодеятельности. Проводя конкурсы среди участников художественной самодеятельности, эти самые отделы культуры в первую очередь были обязаны изыскивать таланты, выращенные в самых широких слоях населения в рабочей среде и крестьянстве, а затем в последнюю очередь изыскивать таланты выходца из незначительной прослойки нашего общества, целья интеллигенции. С этой целью проводились конкурсы исполнителей, современной песни, на которые от областных отделов культуры направлялись наиболее талантливые исполнители. К таким конкурсам относились «Алло!». Мы ищем таланты «Юрмала-65-2003», «Молодые таланты», «Лейся песня», «Песня-65-2003» и «Всевозможные звезды» и «Зори», «Утренняя звезда», «Украинские зори» и «Товарищ деревня» и «Товарищ поселок». Также проводились всевозможные международные конкурсы «Сопыт-68-2000» и «Товарищ деревня». Обращаю ваше пристальное внимание на то, что все эти мероприятия финансировались только из бюджета государства. В результате этих конкурсов на сцене появлялись исполнители «Звезды советской эстрады», которые теперь уже, правда, носят титулы, заслуженные и «Колесе» нашей сцены. К «Колесеям» были причитлены, ими же самими, выращенные и блеяные партийные номенклатуры исполнители «София Ротару», «Иосиф Кабдон», «Палат Бильдулявы», «Муслим Магаваев», «Тамара Леонтарова», «Вадим Мулерман», «Майя Престалинская», «Валерий Абадзимский», «Валерий Серов», «Валерий Леонтьев», «Алла Пугачева», «Наташа Королева», «Любовь Успенская», «Лависа Далина», «Игорь Николаев», «Юрий Антонов», «Сергей Лазак», «Рейнон Паулов», «Лайма Вайкуле», «Михаил Шуфутинский», «Маша Распутина» и группы «Арсенал», «Арахс», «Веселые». Ребята, «Машина времени», «Воскресенье» и другой. Эти артисты не нуждались в продюсировании и промоушене, продвижении, всем этим занималась огромная партийная машина, которая финансировала всю эту деятельность из национального бюджета. Эта же «Машина» финансировала запись названных выше артистов на единственной республиканской студии грамзаписи «Мелодия», один и ее «Сапаблишер», компании «Поржевальский завод по производству граммофонных пластинок», все диски выпускались в то время на виниле. Концертной деятельностью артистов занимались подощепные Министерство культуры СССР, организации под названием «Государственная филармония СССР» и «Госконцерт СССР» и их филиалы в городах и областных центрах. Короче говоря, все делалось на благо народа и, соответственно, с помощью начинающим исполнителям. По «блату» или просто «за деньги», как говорят сейчас, попасть в этот звезд, в то время практически было невозможно. Но те прекрасные времена камули, в лету, и теперь талантливые, ранее раскрученные прессовки, дедушки и бабушки советской эстрады, пожинают плоды вложенных в их раскрутку, сил партийной номенклатуры и народных средств. Сделать то же самое в наше, смутное время, невозможно ввиду того, что нет ни той страны, не идеологии, породившей новые формы работы по оккультуриванию трудящихся масс, нет и самого необходимого для этого денег, выделяемых из бюджета страны на культуру. Вы только задумаетесь, в СССР только на культуру, включая пропаганду и агитацию, выделялось столько денежных средств, сколько в настоящее время не выделяется всеми странами, бывшими республиками, входящими в состав СССР, на содержание их армий, служб безопасности и милиции вместе взятых. Теперь же на культуру в бюджетах многих из этих стран выделяется 0,5% 1%, в лучшем случае. В некоторых странах расходы на такие статьи бюджета вообще не предусмотрены, к примеру, в 2003 году и 2004 году Таджикистан, Азербайджан, Украина, Киргизия и Грузия на культуру не нашли в своем бюджете ни копейки. Что же происходит на территориях стран, ранее входивших в состав СССР в сфере индустрии развлечений, сейчас? Возьмем в частности два вовсе немаленькие государства – Азиатскую Россию и Европейскую Украину. Мы увидим зрелище довольно неприглядное. Бывшие партийные функционеры от культуры и комсомола, которые не нашли себе применения в сферах обычного бизнеса, производства, распределения, службы быта и другой, зачастую, не понимая до конца, чем им придется заниматься, стали сооружать в хорошо претертой системе мировой индустрии развлечений, новое направление, его теперь уже можно смело называть «совковым шоу-бизнесом». Не имея должного образования и не желая совершенствовать свои знания в этой сфере, вышеназванные мною субъекты-фигуранты, подключив к своему бизнесу, любых и ранее невостребованных, композиторов и деятелей коммунистической культуры, комсомольских и пионерских вожаков, и не удавшихся ранее, при советском строе, исполнители начали лепить новые формы экономических отношений в мире индустрии развлечений. К этой компании сразу же не применяли примкнуть везде имеющие интерес криминальные структуры в лице обычных бандитов, бросков и, конечно же, везде сущие государственные чиновники и представители силовых структур, имеющие свой нескрываемый и ненасытный финансовый интерес, что подтверждается целым рядом громких уголовных дел о стяжательстве и вымогательстве взятых вышеназванными деятелями. Не секрет, что во всем мире, по криминализации, индустрия развлечений стоит на четвертом месте в таких сферах реального крупного бизнеса, как распространение наркотиков, торговля оружием и международная проституция. Ни в России, ни в Украине, поднаспех созданной самодельными продюсерами новой совковой музыкальной промышленностью не существует ни финансовой, ни законодательной основы. Эта уродливая форма бизнеса существует только благодаря поддержке случайных меценатов и таких же далеко не случайных спортеров, преследующих только свою выгоду в основном это отмывание грязных денег через структуры, задействованные в организации и проведении гастролей и концертов. Как вы и сами догадались, воротилы до морощенного местного шоу-бизнеса абсолютно не принимают в учет ни талант, ни творчество своих подопечных актеров. Что касаемо деятельности российских и украинских продюсеров, один, кстати сказать о терминологии, даже здесь, совковый шоу-бизнес показал свою полнейшую безграмотность, используя терминологию не по назначению. Так о чем это я? Ах да. Я продолжаю о том, что касаемо деятельности российских и украинских продюсеров. Их отличительная черта заключается в том, что в своей работе при отборе кандидатов в будущие звезды они руководствуются всего двумя основными критериями, все описываемое ниже касаемо исключительно женского пола. Или все издержки при раскрутке восходящей звезды будет оплачивать ее именитый спонсор, не будем раскрывать глубину этого понятия. Или все издержки при раскрутке восходящей звезды оплатят из своего кармана небезвозмездно, разумеется, так называемый продюсер музыкального проекта. Сумма по нынешним временам не очень большая, для такого бизнеса по западным меркам просто мехотворная при минус 5 тысяч долларов США. Почему так мало? Просите вы. А все, потому что будет записываться неполная пластинка в звезды 70 мин, а одна песня 3 минус 4 мин, и сниматься, как вы догадались на примитивном уровне, на эту же песню видеоплит с продолжительностью 3 минус 4 мин. Что-то вроде поющая девица, сидящая на диване или в кресле с собачкой в руках. Поверьте, вся оплата расходов делается имени от любви к искусству или страстного желания помочь молодому дарованию, особенно тогда, когда кроме внешности у дарования ничего нет. При этом уплативший, меценат или продюсер преследует в основном и зачастую свою личную цель в обществе, не связанную с его профессиональной деятельностью. Цель эта стара, как наш мир. Основная задача – увлечь к себе в постель претендента на должность небесного светила и пользоваться этим светилом, пока оно ему не надоест или не подвергнется. Очередная глупышка. Глупышка, которая в ожидании своей феерической карьеры будет работать в режиме обычной девушки по вызову или, если хотите помягче, наложницы. Наложница, которая обязана в кровати как по таксометру, такси и отработать вложенные в нее накануне с продюсером – 30000 доллар, по минимальным московско-икейским расценкам – 20 доллар в час. Если из любопытства просчитать в круполезни эту так называемую предстоящую трудовую деятельность восходящей звезды, то мы получим следующее 150 часов или 7 дней без перерыва на обед, не вылезая из кровати даже в туалет. Шутка. Часто такой спонсор-продюсер, идя навстречу своим партнерам или чиновникам, от которых он зависит, отдает свое восходящее над его кроватью, светило во временное использование в тех же, как вы уже и сами догадались, далеко не платонических стелях. Если очередной наложнице вдруг, по воле случая удастся взять за глотку своего любимого продюсера при помощи интриги или откровенного наезда на него в какой-нибудь бандитской группировке, с главарем которой, будущая звезда, в процессе сожительства вошла в сговор, то только в этом случае мы с вами сможем наблюдать на экране телевизора счастливое появление, если хотите, рождение очередной отечественной, смазливой, но абсолютно безголосой звезды или сисепопочной звездной группы и их новых хитов, сшивающих снук, изрядно подвыкевших служителей на бадарах, кабаках и малинах нашей ранее необъятной Родины. Мало того, после закараскивания очередной звезды на небос вот отечественного шоу-бизнеса, она звезда сразу начинает битву и грызню до места под солнцем себе подобными звездящими. Другими словами, количество площадок и концертных залов для выступлений на концертных просторах Украины и России очень сильно ограничено. Мы имеем две нищих, окончательно разворованных, страны, в которых только несколько городов при крупурезном подсчете, помещающихся на пальцах двух рук, могут позволить себе роскошь ходить слушать такие же, как у них дома, пластинки только на очень большой громкости и смотреть на исполнителей открывающих рот нестопыт запихи. Вот за этих одураченных зрителей идет мышиная возня молодых звездочек с них, коптящими от старости критиями советской эстрады, не желающими делиться с кем-либо своим прикормленным, околпаченным зрителем. КОНЕЦ